Привет, друзья! Сегодня мы разберём сюжет американской комедии 2011 года под названием «Хочу как ты». Когда-то Дэйв и Митч были неразлучными друзьями, но с возрастом они отдалились друг от друга. Дэйв – порядочный семьянин и успешный юрист, работающий в крупной компании. А Митч – бабник, который продолжает веселиться и избегать привычных обязанностей взрослой жизни. Очередное утро Дэйва начинается с того, что он должен поменять двойняшкам подгузники и уберечь их от беды. Справившись с домашними делами, ему нужно спешить на работу, чтобы не подвести горячо любимого шефа и оправдать его доверием. Именно в этот момент ему звонит Митч и напоминает о том, что они договорились встретиться. Начав утро не с кофе, а с веселой травки, Митч встречает на своем пороге отца, сообщившего об очередном бракосочетании. Он приглашает сына на свадьбу, но тот не готов к знакомству с очередной мачехой. Вечером друзья забывают о привычных проблемах и выпивают, радуясь победе любимой бейсбольной команды. По пути домой они искренне завидуют жизни друг друга и мечтают оказаться на месте товарища. В какой-то момент им приспичило в туалет, и лучшего места, чем фонтан, в сквере не нашлось. Митч и Дэйв говорят, что хотели бы пожить жизнью друг друга, и в этот момент в городе исчезает свет. Не придав этому значения, они расходятся по домам. Проснувшись после пьянки, Митч видит супругу друга, кормящую малышей грудью. Он шокирован неприличием Джейми, но в какой-то момент видит свое отражение в зеркале. Оказалось, что заветное желание мужчин сбылось, и они поменялись с телами. Спеша поделиться новостью, Митч едет к себе домой и рассказывает об этом Дэйву. Мечтая все исправить, друзья спешат к фонтану, но оказывается, что его демонтировали. Пытаясь разыскать источник всех бед, они обращаются в районную администрацию, но бюрократические проволочки не позволяют добиться результата. Сделай нормальный лицо! Стоп, 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 мы уходим. Дэйв не может найти себе место, ведь через 45 минут важна деловая встреча, которую ему нельзя пропускать. Если сделка сравется, последние 15 лет его жизни пойдут коту под хвост. Пытаясь помочь другу, Митч соглашается отправиться на переговоры и обещает использовать свой актерский талант. Зная способности друга, Дэйв просит его молчать и просто передать папку деловым партнерам. Ведь все вопросы были решены, и осталось только поставить несколько подписей. Впервые оказавшись в серьезном офисе, Митч в теле Дэйва чувствует себя неловко. Познакомившись с сексуальной Сабриной, он обретает уверенность. Но в ходе переговоров у японских коллег появляется много вопросов по поводу слияния. Не подкованный в юриспруденции Митч проваливает переговоры и успокаивает шефа, притворившись, что это его хитрый план. Что это вообще было? Все путем, старик. Неужели? В то же время Дэйв приезжает на съемки фильма, о котором так мечтал его друг. Вскоре оказывается, что это легкий фильм для взрослых, в котором Митч играет отважного парня, удовлетворяющего зрелую пару. Дэйв не готов к роли, но режиссер мотивирует его, заставляя сделать все, что было предписано сценарием. А вот у нас дальше по сценарию небольшая реклама, после которой мы сразу же продолжим. Митч приходит на репетицию Кары и замечает, что другая девочка обижает дочь его друга. По пути он требует от нее решительных действий, ведь на подобные выходки нужно отвечать жестко. Вечером друзья встречаются и делятся впечатлениями о первом дне обмена телами. Не выдержав провала, Дэйв решает рассказать обо всем жене, но та не воспринимает это всерьез. Тогда он просит ее задать пару личных вопросов, ответ на который знает только ее муж. Вскоре становится понятно, что Митч знает Джейми гораздо лучше. Прощаясь, друзья дают друг другу рекомендации насчет близости и разъезжаются по домам. Дэйв спокоен, ведь у него с женой давно ничего не было и Митч не сможет ее соблазнить. А вот ему придется сложнее, так как этим вечером в гости к бабнику придет горячая и ненасытная Татьяна. Вскоре она навещает Дэйва, но мужчину смущает слегка выпирающий животик девушки на девятом месяце беременности. Тем временем, Митч видит жену друга в красивом халатике и надеется на приятный вечер. Но вскоре его мечты угасают, ведь после нее нужно открыть окно и проветрить помещение. Ночью дети не спят и Джейми заставляет мужа пойти успокоить их. Митч не привык к родительским обязанностям и звонит другу за помощью. Оказалось, что Дэйв тоже не спит, но совершенно по другой и более пикантной причине. Пытаясь накормить малышей, Митч чудом спасает их от непредвиденных последствий и обливает молоком, чтобы те успокоились. Потому что долго все это дерьмо я не выдержал. На следующий день Дэйв навещает семью друга и видит расстроенную Джейми. Она заметила, что в последнее время супруг сильно изменился и стал от нее отдаляться. Дэйв считает, что причина в обмене телами, но проблеме не пару дней, а уже несколько лет. Джейми любит супруга и готова ради него на все. Но устала от излишнего трудолюбия мужа, постоянно забывающего о жене и детях. Пытаясь все исправить, Дэйв учит Митча манерам. Рассказывает о том, как одеваться, как общаться с женой и вести себя на работе. Все идет по плану до момента, пока друзья не встречают с Сабриной. Дэйв давно мечтал о ней, поэтому Митч использует руководящую должность и заставляет помощницу пойти на свидание с его другом. Чуть позже отец Митча звонит его другу и назначает встречу в кафе. Не подозревая про обмен телами, он рассказывает о своих чувствах к сыну и о том, как ему важно его напутственное слово. В то же время отец не видит в сыне серьезного мужчину, ведь тот боится трудностей и не доводит дело до конца. Пытаясь доказать себе и окружающим свою состоятельность, Митч начинает меняться. Он вовремя просыпается, покупает все по списку жены, занимается детьми и стабилизирует ситуацию на работе. Во время концертного выступления маленькая Кара наказывает обидчицу, чем вызывает восторг не только у Митча, но и у сварливой мамы. Дэйв решает отдохнуть от жены и привычной суеты, наблюдая за суетливыми клерками, отдыхая в кинотеатре и развлекаясь на гоночном треке. Вечером у него свидание с Сабриной, поэтому он не обходится без помощи Митча. Друг не только подбирает костюм, но и помогает как следует подготовиться к возможной ночи с девушкой. Встретившись за ужином, робкий Дэйв стесняется Сабрины. Девушка признается, что пришла только из-за приказа шефа, но очень голодна и не прочь выпить. Во время ужина пара сближается и весело проводит время, сделав памятные татуировки. Прощаясь, Сабрина признает, что была неправа и свидание получилось удачным, поэтому будет рада новой встрече. Следующим утром Митчу и Дэйву звонят из администрации и сообщают, что фонтан найден. Друзья могут вернуться в свои тела, но решают с этим не спешить, ведь Митч хочет доказать свою самостоятельность, а Дэйв вдоволь не успел развлечься со своей подчиненной. Продолжая жить в чужом теле, Митч концентрируется на работе и точно так же, как и его друг, забывает о свидании с женой. В то же время он играет с деловыми партнерами, словно с неприступной девушкой, и выгодно продает компанию, повысив ее стоимость на 100 миллионов долларов. После сделки шеф назначает юриста на новую должность и делает своим компаньоном. Во время торжественного вечера Митч понимает, что слишком долго концентрировался на работе, и зря, ведь самое главное – это семья. Дэйв продолжает веселиться с Сабриной, и все идет к тому, чтобы они занялись любовью. В какой-то момент он замечает на теле девушки татуировку с изображением бабочки и вспоминает о дочери, показывающей похожий рисунок. Сорвав свидание, Дэйв спешит на официальное мероприятие и целует жену. Все шокированы, и только Джейми понимает, что друзья не врали. Решив вернуться в свои тела, Дэйв и Митч спешат к фонтану. Как оказалось, его перенесли в огромный торговый центр. Друзья смущаются и не хотят при всех мочиться в фонтан, но другого выхода нет. Вызвав всеобщий интерес публики, они скрещивают струи и просят вернуть все так, как было. В какой-то момент свет гаснет, и друзья исчезают. Утром Дэйв просыпается в своем теле, радостно целует жену и проводит время с детьми. Митч также приходит в себя и радуется, что их испытание подошло к концу. Встретив на пороге Сабрину, он предлагает повторить свидание и спешит на свадьбу к отцу, чтобы поддержать его в этот счастливый день. Месяц спустя Дэйв и Джейми празднуют юбилей, а Митч все еще встречается с Сабриной. И на этом фильм заканчивается, спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте подписаться на канал и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки и пишите свое мнение о фильме в комментариях. До скорых встреч и всем пока!